Хорошо разобрали Оренбург, заостряли внимание непосредственно очень квалифицированные иностранцы у Оренбурга и нужно было как можно плотнее играть, играть чуть выше в среднем блоке и где-то в отборе не обозначать. Заострял внимание, потому что полистрованные футболисты, если дадим пространство, дадим свободно работать на своем полном поле с мячом, то естественно будут проблемы. Не просто же обыгрывать Локомотив в Москве. На мой взгляд одна из сыграющих команд. Поэтому парни справились, молодцы. Сейчас я им сказал спасибо большое, потому что когда футболисты слушают, слышат, выполняют, моделируем на поле и потом все переносим на игру и все получается. В первом тайме достаточно мы создали моментов, которые нужно забивать. В перерыве я сказал, нельзя транжирить, потому что чем быстрее забиваешь, тем и уверенность появляется. Но пропустили первыми. Такой, на мой взгляд, необязательный мяч. Ничего вроде не предвещало, не доиграли. Ну разберем-то. А так в целом сейчас по статистике 10 ударов в твор. Это очень хороший показатель. И моментов достаточно много. Создавали и замены вышли. Парни добавили еще в целом. Я считаю, что еще можно выжимать из них. И они это знают, я думаю. А в целом молодцы. Когда сейчас сказали, Антон Хазов мне сказал, первый раз в 2008 году. В разных лигах были. В 19-м получается. Да. Но неудобные соперники. Такое бывает. Ну, мы остановили эту ситуацию, скажем так. Чего бы он готовится к следующему матчу в Локомотиве. Это молодцы. Я очень рад за иностранцев. Сам играл 10 лет в Европе. И понимаю, как для иностранца важно это быстрее приносить пользу команде на поле. Он становится более уверенной. То есть и более адаптированной уже. Зэй сегодня забил. Хуан забил. Молодцы. Вопросов нет. Это не только то, что они забивают, но и реальный бытовый, и тренировочный процесс. Именно такие профессионалы. Это молодцы. Анализируем. Идем дальше. Спасибо.